Добрый день! Сегодня я вам хочу рассказать о растениях для ленивых хозяек или же для занятых людей. Это суккуленты. Суккуленты, кактусы, каменная роза, эчеверия, они очень безболезненно и быстро размножаются в весенне-летнее время. Драцина немножко иначе размножается, но тоже прекрасно в весенне-летнее время. Главное до жары срезать ее черенок, который находится сверху ствола и либо имеет самую маленькую, такую слабую основу, либо самый сильный, который мешает общей массе кроны. То есть срезали в укоренитель и в течение месяца он даст корневую систему даже в обычной водичке. А сам ствол со временем через 2-3 месяца ближе к осени даст вам боковые побеги. Проснутся спящие почки, которые будут образовывать следующую крону или создадут ярусы. То, что я говорю за кактусы и суккуленты, они безболезненно размножаются. Это растения, которые имеют несколько побегов, либо стволиков маленьких. Их весной можно выложить и рассадить каждый отдельно. И осенью вы уже будете иметь взрослые вот такого размера растения, если в данном случае вот такие вот. Эчеверии, толстянки, такие кактусы, они дают боковые либо детку, либо могут рассыпь маленьких семейных деток по всему вазону. Самое главное у суккулентов, это честный вазон дает возможность цвести растению и развивать свою такую более мощную крону. Если вазон широкий и растению там очень много уделяется места, тогда он дает детку, но прекращает цвести. То есть, если вы хотите размножить растение, тогда берите вазончик пошире, но выносите на улицу для того, чтобы растению можно было в период вегетации дать еще вам урожай. Суккуленты в основном не повреждаются насекомыми. Бывает только на, если на пальмах это паутинный клещ от сухости и его легко можно холодной водой убрать, опрыскиванием. То суккуленты такие, то есть, кактусы, эчеверии и хавортию лучше всего не заливать, давать возможность подсыхать корневой системе, чтобы гнилостный процесс, болезни гнили, их не повреждали. Это единственное, что может повреждать этот вид растений. Сегодня я познакомила вас с суккулентами, рассказала о их неприхотливости, о том, что любой, даже маленький ребенок может начать выращивать вот такое маленькое растение. И для него будет как открытие его неприхотливость и его прекрасное цветение в весенне-летнее время. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова